МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире прямая линия с губернатором Тумской области Владимиром Грузьевым. Студия Атон Губарев и я, Елена Кирьянова. Ровно год назад Владимир Грузьев провел свою первую прямую линию с населением Тумской области. Тогда она длилась около двух часов и в итоге поступило около 1300 вопросов. За этот год жизни страны Тумской области значительно изменились, появились новые вызовы и новые возможности. Об этом сегодня поговорим в прямом эфире прямой линии с губернатором Тумской области. Итак, в прямом эфире губернатор Тумской области Владимир Грузьев. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Еще раз добрый вечер. В этом августе ровно четыре года исполнится, как вы занимаете пост губернатора Тумской области. Служите губернатором, как вы сами говорите. Но это время, чтобы можно подвести какие-то итоги. Правильно? Четыре года. Так какие итоги можно подвести? Правильно. Ключевое слово «служу», поэтому действительно служу не я один, служит коллектив правительства Тумской области. И, конечно, те результаты, которые мы добились за четыре года, это результаты работы всех тульков. И хочу сказать честно, что нам есть о чем доложить. У нас хороший рост по всем показателям. Но прежде всего, воловой региональный продукт по итогу 2014 года составил 360 миллиардов рублей. И рост за четыре года составил более 50%. Это один из ведущих показателей в центральном федеральном округе. И пятое место в Российской Федерации по темпам роста. Темпы роста отгрузки промышленной продукции также увеличились более чем на 50%. Собственные региональные доходы увеличились в 2,2 раза. А консолидированный бюджет Тульской области вместе с бюджетами муниципальных образований вырос на 86% и составил по итогам 2014 года почти 64 миллиарда рублей. И это по объему бюджета четвертый результат в центральном федеральном округе после Москвы, Московской области. И сейчас совсем недалеко от нас Воронежская область. Думаю, что мы вместе обязательно добудем, хотя в численности Воронежская область существенно опережает Тульскую область. Ну и, наверное, самый важный аспект. Экономика, конечно, это основа всего. Но по результатам службы людей государственных судят прежде всего по тому, насколько стало больше туляков. И как отразились результаты работы правительства на снижении смертности жителей в области. Потому что для нас это существенный вопрос. Тульская область, регион достаточно пожилой. 36% людей, проживающих в Тульской области, это люди пенсионного возраста. И для нас, конечно, самая главная задача – это сбережение наших жителей. Но могу сказать, что по сравнению с 2011 годом у нас неплохой рост рождаемости. Почти на 6,5%. И в прошлом году в Туликов родилось 15,5 тысяч человек. И вот в детские садики, если в прошлом году еще вот тулики так немножко с опаской как-то смотрели на многие вещи, и детские садики нечасто отдавали своих детей, в прошлом году комплектованность была 8 тысяч человек, то в этом году мы планируем принять в детские садики почти 12,5 тысяч малышей. То есть задача, которая стоит, поставлена президентом и указами президента по обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет детскими местами в детских садах, мы в этом году подзакроем полностью. Владимир Сергеевич, предлагаю продолжить одну из самых значимых, наверное, тем для нашего региона, для Тульской области. На этот год полностью удалось предстоять чернобыльские льготы за счет активной позиции правительства и нашего представителя Совета Федерации Юлии Вепренцевой. Но появилась информация, что Минфин России на следующий год в проект бюджета средства опять не закладывают. Вот на что рассчитывать и надеяться туликам, живущих на загрязненных территориях, и не изменилась ли ваша позиция? Я хотел поблагодарить жителей области, во-первых, за их очень активную поддержку, потому что без поддержки жителей области мы, конечно, навряд ли смогли бы решить этот вопрос. Практически он был решен в прошлом году, в конце прошлого года, в ноябре 2014 года. Все изменения в федеральный бюджет, где бюджет 2015 года, уже были внесены, суммы были уже уменьшены. И все ожидали, что называется, со дня на день выпуска постановления правительства, в котором должно было исключить ряд населенных пунктов. А в Тульской области таких населенных пунктов попадало почти 400 из 1300. И, соответственно, почти 200 тысяч человек лишались бы Чернобыльских год уже с 1 января 2015 года. Но вот благодаря жителям, благодаря активной позиции сотрудников нашего правительства, нашего представителя в Совете Федерации Юрия Вепинцевой, действительно, нам удалось занять принципиальную позицию. Хочу сказать, что большинство членов федерального правительства нас поддержало в этих начинаниях. И особые слова благодарности президенту России Владимиру Путину, потому что который поддержал нашу позицию и председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. И постановление не вышло. Соответственно, был откорректирован уже бюджет текущего года 2015-го. И все деньги на выполнение публичных обязательств Российской Федерации по выплате чернобыльских льгот были восстановлены. Что такое чернобыльские льготы? Ну, просто для понимания, не все знают подробности. Это 14 регионов России. Самый пострадавший по численности – это Тульская область. То есть, 671 тысяча получателей льгот из полутора миллионов жителей области. Ну, почти половина. Действительно, для нас это вопрос, что называется, для многих семей – это вопрос жизни и смерти. Особенно семей, где женщины воспитывают маленьких детей и находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Там существенная выплата, и, конечно, для них отмена таких льгот была бы существенным ударом по семейному бюджету. Какую позицию мы придерживаемся? Позиция очень простая. Если есть основания для отмены, нужно проводить технологические испытания почв, смотреть уровень загрязненности и, соответственно, вести публичный диалог с жителями, проживающими на этой территории. Опять вернусь немножко назад. Почему вдруг именно Тульская область оказалась самой загрязненной? Ведь Брянская область ближе, Белгородская область, Липецкая, Орловская. Но Тулась исторически всегда была щитом для Москвы на южных подступах. И в этот раз она тоже выступила щитом. Было накануне Первомайской демонстрации 1986 года, было принято политическое решение, как раз роза ветров шла на Москву, и облако радиоактивное двигалось на Москву. Было принято решение осадить облако на территории Тульской области. Поэтому 18 из 23 районов у нас подверглись загрязнению. И такое большое количество жителей как раз именно потому, что очень большая площадь загрязнений. Итак, что мы предлагаем прежде всего Минфину, потому что Минфин России выступает одним из застрельщиков с изменением подхода по льготам. Мы говорим в следующем. Давайте проведем технологические исследования. Если зона, скажем, понятно, что радиация уменьшается, если зона и территория становятся чище, хорошо, надо людей об этом извещать. Но в законе есть и второй пункт, говорящий о том, что не только чище должна стать территория, но и условия жизни, социально-экономические условия жизни людей, находящихся на этих территориях, должны не ухудшиться. Поэтому это второй пункт, который должен обязательно выполняться. А вот этот пункт, он, к сожалению, по большинству территорий не выполняется. Поэтому отмены Чернобыльских льгот, я думаю, что их, конечно, вот в том виде, как предполагалось, их не будет. Но борьба продолжается. И наше предложение состоит в том, чтобы был переходный период. Три, четыре, может быть, пять лет, в зависимости от возможностей, чтобы люди четко понимали, что вот такой-то период льгот есть, после этого периода льготы по данному населенному пункту плачутся льготы. Уже люди смогут планировать свое хозяйство, планировать свою жизнь, и они могут к этому подготовиться. В том числе, может быть, найти другую работу, может быть, принять решение о переезде, а может быть, просто немножко отложить, что называется, денег на какие-то другие мероприятия. Вот эту позицию мы сейчас будем четко реализовывать, и наши представители, как в Государственной Думе, так и в Союзе Федерации, они нацелены на четкую эту работу. Планируется, что в ближайшее время законопроект будет подготовлен и внесен в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу. Чернобыльские льготы – это, знаете, наш Сталинград, наш современный Крым регионального такого вот масштаба, и мы будем за него стоять до конца. Слово студии. Уважаемый Владимир Сергеевич, у нас первый вопрос из зала. И для начала хотелось бы сказать, что сегодня присутствуют самые разные люди в студии. Это работники здравоохранения и культуры, образования и спорта. Каждый из них добился уже определенных побед в своей профессии. И у каждого есть вопрос к вам. Сейчас рядом со мной находится молодежь. Это директор команды КВН сборной Тульской области Цветынин Василий. У него также есть к вам вопрос. Василий, ваш вопрос, губернатор. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Вы знаете, КВНщики – веселый народ. И каждый год они пишут письма Деду Морозу с пожеланиями. Но писали на разные темы. Вы знаете, как отремонтировать дорогу М2 и провести освещение. Построить часовню, чтобы арсенал вышел в РФПЛ. В прошлом году, кстати, загадали желание, чтобы аквапарк появился в Туле. А в этом году думаем загадать желание, чтобы в следующем году наша команда стала чемпионом высшей лиги. Как вы думаете, письмо дойдет до Деда Мороза? Спасибо. Хороший вопрос. Но я думаю, знаете, если очень хотеть, то все, что называется, мечты сбываются. Но кроме желания, еще это должен быть упорный труд. И мне кажется, команда, она изменилась. Ну, вполне естественно, с перехода одной лиги в другую меняется состав команды. Ну, мне кажется, нужна команда, происходит еще становление. И ей нужно, что называется, сыграться. Поэтому, в принципе, у нас существенная надежда на то, что коллектив сможет сгруппироваться. Ну, а дальше будем болеть. Надеюсь, что и тулики будут приходить так же активно поддерживать свой родной арсенал, так же, как вы поддерживали, когда тренером был Дмитрий Оленичев. Думаю, что у нас есть неплохие задатки для того, чтобы двигаться вперед. Владимир Сергеевич, ну, а мы готовы к первому включению из стулы. На месте работает наша ведущая Евгения Пряшникова. Евгения, вам слово. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, коллеги. Ну, что ж, вполне закономерно, что сегодня первое включение мы делаем именно из областного центра. Сейчас мы находимся на набережной реки Упы. Рядом с нами гордость музея оружия. Ну, и, конечно, известные на всю страну заводы. И сюда, Владимир Сергеевич, пришли тулики. Очень много туликов. Ротонды еле вместило. Чтобы задать вам свой вопрос. Вы знаете, здесь отлично слышны городские ритмы. Потому что рядом с нами магистраль, главная городская магистраль. Шум машин, шум транспорта. Ну, если еще ветер, добавляет нам немного шума. Ну, остановимся на транспорте. Рядом со мной сейчас стоит Ольга Викторовна Архангельская. Она водитель трамвая с многолетним стажем. У нее есть вопрос. Пожалуйста. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Вы, наверное, знаете, что с 1 июня наше руководство ввело новую форму посадки пассажиров через первую дверь. В результате нас заставляют без кондуктора через первую дверь запускать пассажиров. При том, что остановки у нас не приспособлены для подобной посадки. Людям приходится в очереди стоять на проезжей части. Это повышает аварийную ситуацию в городе. Более того, город закупил низкопольный транспорт. Зачем нам низкопольный транспорт в таком случае, если мы не используем его по назначению? Люди входят через первую дверь. А основной контингент, который мы обслуживаем, это пенсионеры и инвалиды. Именно те, для кого этот транспорт должен служить. Владимир Сергеевич, помогите нам, потому что наше руководство не очень прислушивается к нашему мнению. Спасибо за вопрос. Я что хочу прокомментировать. Прежде всего, знаю, что администрация города Герой Тулы прикладывает существенные усилия для того, чтобы наше городское муниципальное транспортное предприятие, во-первых, перестало быть убыточным. И хочу напомнить Тулы как, что на сегодняшний день размер субсидии на транспортные перевозки ежегодно составляет почти 600 миллионов рублей. Суммы огромные. Представляете, это те суммы, которые можно было бы направить на вопросы благоустройства дворов, строительства новых детских площадок, строительства спортивных центров, детских садиков и так далее. По информации, которую я получаю от главы администрации Евгения Авилова, после введения этой процедуры значительно увеличились сборы денежных средств, оплачиваемых нашими пассажирами. Что же касается низкопольного использования средней двери, потому что именно средняя дверь предназначена для использования людьми с ограниченными возможностями, то когда есть необходимость открыть эту дверь для человека с коляской, либо с крупногабаритным грузом, то эта дверь безусловно открывается. Но вы знаете, находится сейчас еще пока в стадии эксперимента. Знаю, что на начальном этапе это вызывало очень много нареканий у жителей. Но вы просто подумайте, элементарное наведение порядка на нашем общественном транспорте позволит нам ежегодно строить и ремонтировать в Туле десятки новых километров дорог. Нужно нам это? Или так мы и дальше будем разбазаривать те же средства, которые уплачивают в виде налогов наши жители? Мне кажется, порядок наводить нужно. В том числе экономия средств должна привести и к росту зарплаты сотрудников муниципального предприятия. Поэтому давайте посмотрим. Сейчас не самый пиковый сезон для нагрузки. И по результатам вот этого эксперимента, наверное, еще раз вернемся к этому вопросу. А Евгению Васильевичу я попрошу, чтобы он взял на особый контроль этот вопрос. Евгений, ваш следующий вопрос. Евгений, ваш следующий вопрос. Владимир Сергеевич, сюда пришли сегодня очень много дольщиков, которые вложили деньги под строительство жилья на улице Хворостухина, в частности, застройщик, основной застройщик этой компании СУ-155. И вот рядом со мной Илья Якимцев. Он очень хочет заселиться в дом на улице Хворостухина. У него есть вопрос. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Представляю дольщиков от 10, 11, 14 корпусов. Вопрос такой, когда же начнут их строить? Стройка стоит на месте, рабочих нет. Министр Шевченко, Элина Викторовна, в пятницу на приеме отсутствовала, и зам ее не может ничего нам сказать. Мы все очень сильно волнуемся. Помогите нам, пожалуйста, подскажите. Спасибо, Илья, за вопрос. Действительно, сейчас непростые времена для наших строителей. Компания СУ-155, которая является застройщиком, находится в непростой экономической ситуации. Но что хочу отметить? В отличие от ряда других компаний, которые, к сожалению, у нас в Туле строят, так называемые, прежде всего, это квартиры, которые строились и на Варваровке, это предприятия, которые принадлежали ранее Голубу, вот с ними ситуация гораздо сложнее. Компания СУ-155 предпринимает определенные усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства. Думаю, что мы в соответствии с теми разрешениями на строительство, которые компании выданы, мы жилье получим. Динамику мы видим. Основная причина, почему именно по вашим корпусам на Хворостухино не было работ, потому что шло перепроектирование за время, пока они, что называется, затянули, изменились стандарты, и то жилье, которое было предусмотрено, не стало проходить по нормам энергоэффективности. Поэтому там идет перепроектирование, и пока информация, которая у нас есть, она, информация подтверждает то, что эти дома будут сданы в срок, который указан в разрешении их на строительство. Но, безусловно, я хотел бы, чтобы вы тоже самоорганизовывались и помогали нам, что называется, взаимодействовать с этой компанией. Пока компания взаимодействует. Вот по Варваровке там ситуация гораздо сложнее, и по улице Октябрьской там у нас сложная ситуация. Так называемая компания «Тулагропромстрой», которая принадлежала такому предпринимателю голову, вот там ситуация гораздо сложнее. Там огромное количество дольщиков, огромное количество наследников в этой компании, что называется, порядка там практически нет. И вот по этой застройке, прежде всего по Октябрьской, скорее всего, мы будем обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы уже предпринимать уголовно-процессуальные меры для наведения порядка. Евгения, есть еще вопросы? Да, Владимир Сергеевич, есть еще вопросы. У нас здесь есть люди, которых интересует проблема очередности в детские сады. Она, конечно, решается. И вообще сейчас очень активно работает электронная очередь. Но вот Ирина Рунушкина, у нее практически курьезная ситуация, но очень серьезная. Ирина сейчас сама расскажет. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Я мама девочек-двойняшек. При зачислении в муниципальное дошкольное учреждение моих детей направили в разные детские сады. Заведующие детских садов помочь нам объединить их не смогли. В управлении образования сказали, что распределение проводит система, которая не видит, что вы двойняшки. Что это федеральная программа, которая не предусматривает их соединения. Единственное, что нам предложили, это обменяться местами с другими детками, если их родители захотят. Но пока что все отказываются. Подскажите, пожалуйста, как нам быть? Ирина, ну, к сожалению, может быть, хорошо, что система не видит все до конца. И то, что есть еще люди, которые могут систему откорректировать. Конечно, мы ваш вопрос решим. Здесь даже сомнений нет никаких. И ваши дети будут ходить в один и тот же детский сад. Хочу сказать, что все ребятишки в возрасте от 3 до 7 лет, которые захотят в этом году пойти в детский сад, мы для всех найдем места. Все дети будут с местами. Сейчас мы до 15 августа укомплектовываем полностью детские садики в соответствии с электронной очередью. А дальше мы откорректируем как раз наполняемость, исходя из индивидуальных случаев. Ну, как в вашем случае, когда система двух малышей-близняшек разделила на два детских дошкольных учреждения. Обязательно поправим, не переживайте. Я вообще хочу сказать всем тулякам, чтобы не переживали. Все дети в этом году пойдут в детский сад. Главное, приводите детишек. Важно, чтобы ребятишки вовремя начинали свою социализацию. Это очень хорошо. Владимир Сергеевич, к нам продолжают поступать вопросы, в том числе и по телефону. Я предлагаю вывести один звонок в прямой эфир. Здравствуйте, вы нас слышите? Да, да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Меня зовут Андрей. У меня вопрос будет к Владимиру Сергеевичу того характера. Владимир Сергеевич, можно ли трудоустроиться в вашу команду? Есть огромное желание трудиться во благо нашего края. Я думаю, что только вы сможете помочь мне в этом вопросе. Спасибо. Смелый вопрос. Ну, конечно, можно. Но у нас есть правила и процедуры. Во-первых, это процедуры и правила, которые установлены федеральным законодательством, потому что государственным чиновником может быть человек, обладающий определенным опытом работы и определенной квалификацией и уровнем образования. Можно попытаться устроиться на негосударственную службу. Там правила чуть меньше, но тоже достаточно высокий конкурс, который проходит... У нас много претендентов на то, чтобы прийти на работу в правительство Тульской области. Но есть еще одно очень важное замечание. Наверное, вы знаете о том, что президент России Владимир Путин подписал указ и о постепенном внедрении норм ГТО, так называемое, хорошо забытое, старое, это вопрос физической подготовки. И сегодня вот мы в правительство Тульской области набираем людей, которые соответствуют тем стандартам норм ГТО, которые установлены в указе. Чиновник должен быть, знаете, в здоровом теле должен быть здоровый дух. Поэтому чиновник должен быть подтянутый, аккуратный и, самое важное, умный. И человек, который должен стремиться решать вопросы жителей. Владимир Сергеевич, снова слово студии. Екатерина. Владимир Сергеевич, здесь сегодня собрались представители крупного бизнеса, промышленники. Я стою рядом с генеральным директором производственного объединения Тула Машзавод, сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгением Дроновым. Евгений Анатольевич, вам слово. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Вопрос мой простой. В Туле и в Тульской области началась реализация проектов по созданию индустриальных парков. Каким вы видите участие ведущих тульских предприятий в реализации этого проекта, этих проектов? Евгений Анатольевич, мы много обсуждали это. И, в принципе, вот той работой, которой мы вместе с вами начали заниматься 4 года назад, как раз вопросами модернизации наших оборонно-промышленных предприятий, благодаря этой работе сегодня мы имеем возможность существенно, иногда даже кратно увеличивать государственный оборонный заказ и выполнять те задачи, которые перед нами ставятся нашим правительством, президентом. И развитие индустриальных парков, оно необходимо, в том числе для того, чтобы мы могли новые производства, которые вы примете решение локализовать на территории Тульской области, размещать на новых площадках. Ну, по Туламашзаводу мы взаимодействуем сейчас очень плотно по инструменталке, и я очень надеюсь, что всё-таки наш проект, который мы с вами начали по станкостроению, он от крупной сборки перейдёт к более детальной сборке, и у него должна быть определённая перспектива. Ну, здесь могу что сказать, что оборонка, вот, несмотря на то, все считают, что Тульская область живёт только за счёт оборонки. Действительно, вклад оборонщиков, он существенно в бюджет Тульской области составляет, ну, в разные времена, 25 до 30 процентов. Сегодня вклад в бюджет области около 30 процентов. Но при этом экономика области существенно диверсифицирована, что позволяет в разные времена развивать разные направления и обеспечивать стабильность бюджета. Но при этом, конечно, оборонка является флагманом на ближайшие перспективы. Практически все наши тульские оборонные предприятия имеют существенное увеличение гособоронзаказа. Но сплав на следующий год плюс 30 процентов. КБП плюс почти 45 процентов. Наш тульский оружейный завод за практически 4 года назад, Евгений Анатольевич, вы прекрасно знаете, что он стоял, вот был, мы тогда ещё с вами советовали, что делать, да, то есть закрывать предприятие, банкротить и так далее. Были разные мысли. Сегодня это предприятие, которое устойчиво, но постепенно начинает развиваться. Да, ещё не очень большие объёмы производства, но динамика есть, и она позитивная. Ген Анатольевич, готовы и открыты для диалога. Всегда прислушивались к вам, как к нашим старшим товарищам, в прямом, в вереносном смысле слова. Готовы для диалога. Владимир Сергеевич, ну, тоже к предприятиям, но гораздо более скромным. Вот Максимова Виктория Александровна из Несногорска в письме интересуется у вас, где взять начальный капитал для открытия ИП. Ну, самое главное должно быть желание. Желание предпринимать. Потому что без желания начинать бизнес не имеет никакого смысла. У нас достаточно широкие программы, которые подготовил наш комитет по развитию предпринимательства, и наши гарантийные фонды. Фонд поддержки малого предпринимательства и фонд предоставления государственных гарантий. Объемы существенные, размеры мы начали увеличивать. То есть, сейчас, предположим, если вы хотите получить грант, то грант практически по всей номенклатуре может составлять до 500 тысяч рублей. А по социальным проектам, скажем, частные детские сады, это 600 и более тысяч рублей. Кредиты мы предоставляем, в том числе и кредиты. Микрокредитование, размер до миллиона рублей под невысокую ставку, под 8,5% годовой. Планируем, что в ближайшее время размер микрокредитования должен увеличиться до 3 миллионов рублей. Ставка останется примерно той же самой. Обращайтесь в комитет по предпринимательству. Но для того, чтобы быстрее выйти и найти, что называется, дорогу, самый простой способ – это обратиться на прямую линию губернатора. Она работает у нас круглосуточно, 7 дней в неделю. Телефон 8 800 271 02. 8 800 200 ровно 7102. Воссоединятся с теми чиновниками, которые вам окажут поддержку. Ну и я хочу сказать, что перед началом прямой линии, мне сказали, что поступает огромное количество звонков, сообщений. По всем звонкам, по всем сообщениям мы обязательно отработаем. В течение двух недель ответим на все звонки и все обращения, которые поступили в адрес прямой линии. Владимир Сергеевич, ну а мы готовы к следующему включению, на этот раз из района. Город Донской у нас на видеосвязи. Там работает ведущая Екатерина Старцева. Здравствуйте, коллеги. Мы в Донском. Бывший шахтерский город, в котором успешно реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Сегодня Донской лидер по темпам строительства по 185-му федеральному закону. За время действия программы около 600 семей уже переехало в новые квартиры. В ближайшие три года переедут еще около 500. И в продолжение темы вопрос. Рядом со мной находится Лариса Смайловна Вилкова. Не могу не дать ей слова, потому что, чтобы задать вам вопрос, она приехала из Киреевского района, из поселка Комсомольский. Лариса Смайловна, добрый вечер. Вам слово. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Наша администрация, наш барак признали аварийным. Но в эту программу на очередь не ставят. Нам предлагали, наш бывший администратор, бывший глава нашей администрации нам предложил нанять тульскую независимую экспертизу. Тогда хоть мы вам поставим на очередь и включим в эту программу. Мы нанимаем тульскую независимую экспертизу. Наша тульская независимая экспертиза нас ставит так же аварийным жильем. Износ барака было 100%. Но на очередь нас так и не поставили, и не ставят, и неизвестно когда. Мы просим нам в этом раза помочь. Да, Лариса Смайловна, обязательно разберемся и обязательно поможем. Я хочу все-таки остановиться в целом на программе. Вес, который мы взяли, взяли действительно большой. 321 тысяча квадратных метров – это тот объем, который нам необходимо переселить до 1 сентября 2017 года за 5 лет. Количество жителей области – это 16,5 тысяч человек. Объем огромный. Это самый большой объем в Центральном федеральном округе и седьмой объем в Российской Федерации. И денег, кстати, стоит достаточно большой размер. Это 10 миллиардов рублей, 5 миллиардов рублей – федеральной помощи, 5 миллиардов – это налоги жителей Тульской области. По итогам этого года мы должны построить более 150 тысяч квадратных метров. Программа идет, идет непросто, потому что стоимость метра квадратом составляет 31 тысяча рублей, но это с полной муниципальной отделкой. Но вижу, что жители довольны. И действительно, жилье, которое мы строим, мы стараемся строить качественно, хорошее жилье, где люди могли бы жить, что называется, еще десятилетия и столетия. Но 321 тысяча – это, к сожалению, для того объема, который есть в Тульской области, это очень мало. У нас почти 2,5 миллиона метров квадратных – это аварийное и ветхое жилье. Вот 321 тысяча – это то аварийное жилье, которое было признано на период до 1 января 2012 года, и остальное – это ветхое жилье. Мы пока федеральной программы по переселению после 1 сентября 2017 года пока решение не принято. Но эту программу начинал президент Владимир Путин. Он начинал ее более 8 лет назад, и вот благодаря действительно его активной позиции жители, многие граждане нашей страны, но и жители Тульской области сегодня видят, что получают бесплатно, подчеркну, бесплатно получают жилье от государства. Думаю, что эта программа будет продлена и после 1 сентября 2017 года, но нам на сегодняшний день нужно выполнить ту задачу, которую мы взяли на себя – переселить 16,5 тысяч человек, 321 тысячу квадратных метров мы должны переселить, построить и переселить. Екатерина, Ваш следующий вопрос. Владимир Сергеевич, очень много вопросов поступает по поводу детских площадок, которые Вы устанавливаете. Рядом со мной Татьяна Ивановна Колокольникова, жительница Донского. Татьяна Ивановна, добрый вечер, Вам слово. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Я с Сашей по дому. Мы какой год уже участвуем в этом конкурсе, но этот самый конкурс мы не выиграли. Мы знаем, что в Донском Вы поставили 16 площадок. У нас дом очень большой, двор очень большой, красивый. Мы бы хотели, чтобы нам поставили детскую площадку, и чтобы дети у нас радовались, гуляли и наслаждались. Спасибо за внимание. Татьяна Ивановна, а почему не выиграли? Слышите, нет? Можно включить? Слышите? С просьбой установить детскую площадку, к вам обращается очень много граждан. Татьяна Ивановна, а почему не выиграли? Скажите, пожалуйста. Татьяна Ивановна, а почему не выиграли? Скажите, пожалуйста. Не знаю. Я не могу Вам ответить. Я звонила в администрацию, и мне в администрации сказали, мы тоже не знаем. Понятно. Да, мы по конкурсу не прошли. Обязательно я посмотрю Ваш адрес, но принцип, который... Во-первых, программа «Мой любимый дворик» уже 4 года существует, и за это время, по итогам 4 лет, будет установлено 500 игровых детских комплектов, детских площадок. И, кроме этого, еще я дарю большие игровые комплексы, так называемая «Кремлевская стена», которые мы устанавливаем в скверах, парках, ну, в таких местах, где люди приходят, большое количество людей, где люди приходят, отдыхают с семьями, с детьми. И программа не будет останавливаться, она будет идти дальше. Но, когда определяется победитель, то определяется, конечно, как был благоустроен дворик, сколько проживает в нем детишек. Если у Вас много детей, то обязательно посмотрим. Дом большой, посмотрим. И если есть такая необходимость, то обязательно поставим. Тем более, что, Татьяна Ивановна, Вы же вот пришли на прямую линию со мной. У меня еще есть площадок в резерве, обязательно Вам поставим. Екатерина, у Вас есть еще вопросы? Владимир Сергеевич, как оказалось, здравоохранение, еще одна злободневная тема для жителей Донского. Вопрос как раз на эту тему. Очень много нареканий у местных жителей вызывает так называемую электронную очередь. Рядом со мной многодетная мама Лиана. Лиана, Вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Вот у нас такой вопрос, даже просьба, можно сказать, от всех. От всех мам, ну, обращаюсь к Вам. Вот у нас такая ситуация, электронная вот эта запись, не всегда можем записаться. Если даже записываемся, не всегда получается быстро попасть к врачу. Допустим, через неделю, через два. Вот волнует нас вопрос, если можно, если это возможно, вернуть нам записи в регистратуры, а не вот по электронной записи, если возможно. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое. Посмотрю. На самом деле, поразбираюсь с проблемой более детально, по тем докладам, которые я получаю от нашего министра здравоохранения, таких вот вопросов не возникало. Но надо посмотреть. Может быть, действительно, это вопрос наличия самих врачей, просто укомплектованность медицинских учреждений врачами. Электронная очередь создана для того, чтобы, безусловно, была возможность, не приходя в медицинское учреждение, заранее записаться. Значит, мы постараемся снизить срок. Если сейчас, вы говорите, там, недели, там, и даже, может быть, две недели, мы постараемся для начала взять планку, чтобы это было не больше, чем семь дней. Такую задачу Министерству здравоохранения я поставлю, и думаю, что мы с этой задачей справимся. Что касается экстренного приема, то всегда, приходя в поликлинику или в больницу, всегда будут экстренные приемы оказываны. Здесь даже никаких сомнений быть не должно. Еще раз, не стесняйтесь. Вот если вдруг возникают вопросы, когда, скажем, нарушены ваши права, когда вам не идут навстречу, звоните. Вот звоните на прямую линию, работает круглосуточно. Мы отреагируем очень быстро. Поверьте мне, вот один из случаев, беременная девушка, беременная женщина из Новомосковска, там ей своевременно не были предоставлены лекарства, как по беременности, ну, там, набор витаминов и так далее. После того, как она обратилась, все, в течение двух дней полностью ситуация была разрешена. И причем это уже даже работает система, не обязательно вмешательство председателя правительства или министра. Главные врачи настроены на то, чтобы решать этот вопрос. Хочу подчеркнуть, что главные врачи у нас, подавляющее большинство, люди очень ответственные и люди, нацеленные на результат. А результат – это продолжительность жизни наших жителей. И для нас, поверьте мне, это не какие-то такие вот громкие слова, для нас это вот основная задача. Народосбережение – это самая главная задача, которая стоит перед правительством области и перед органами местного самоуправления. Владимир Сергеевич, у нас еще один вопрос из зала. Как я уже сказал, у нас сегодня присутствуют самые разные люди разных сфер деятельности. Сейчас мы хотели бы предоставить слово представителю сельхозсектора. Рядом со мной находится генеральный директор предприятия «Воловская техника» Виктор Чербаков. Виктор Евгеньевич, вам слово. Владимир Сергеевич, вначале большое спасибо за оказанное содействие в запуске возобновления работы Товарковского сахарного завода. Сегодня приятно осознавать, что администрация и команда вместе с нами сельхозниками. Ну и всем нам хотелось бы знать, какие задачи будут ставиться перед нами впереди, и как к этим задачам нас администрация поведет. Развитие сельского хозяйства для нас – это тоже возможность роста благосостояния. И вот вклад в развитие экономики области – это, конечно, существенный вклад со стороны наших сельхозпроизводителей. И по итогам прошлого года мы неплохо поработали. Ну, общий рост составил 9% в целом по корзине. И это с учетом того, что мы вынуждены были прекратить деятельность нашего крупного предприятия, вы знаете, свиноводческий комплекс «Лазаревская», где почти 60 тысяч голов свиней было уничтожено в связи с тем, что была установлена африканская чума свиней. Кстати, предприятие заработало, первые свиньи уже на площадке, и я думаю, что уже в ближайшее время тулики уже будут видеть на своих прилавках, на своих столах полюбившийся продукт производства нашего предприятия «Лазаревская». Какие задачи мы ставим? Основная задача сейчас – возвращение в сельхозоборот земель сельхозназначения, которые по разным причинам не использовались. В этом году почти 50 тысяч гектаров мы увеличили, объем сельхозземель в обороте, и общий объем земли, которая находится у нас под зерновыми, более 530 тысяч гектаров. По прошлому году мы собрали зерновых 1,5 миллиона тонн, просто для сравнения, 2011 год было 970 тысяч, то есть существенный рост. Задача на этот год – собрать 1,750 тысяч тонн, и эта задача даже по сегодняшней погоде пока подтверждается, то есть думаю, что мы этот урожай должны собрать. Ежегодно мы должны увеличивать введение земель сельхозназначения не менее чем 40 тысяч гектаров. Но введение полей в оборот – это хорошо. Дальше нужна переработка. И вот здесь в переработке появляется добавленная стоимость. Здесь мы, конечно, хотели бы, чтобы у нас все-таки товарковский завод, у него тяжелая судьба, он очень с большим скрипом, что называется, начинает работать, потом бывают сбои, потом снова, что называется, через тернии к звездам. Конечно, для нас найти на сегодняшний день инвестора, который бы, может быть, установил еще одно предприятие по производству сахара из сахарной свеклы, было бы, конечно, очень здорово. Но и вообще настрой, который есть у правительства области, у министерства сельского хозяйства, направленность – это на переработку той продукции, которая у нас есть. И по многим номенклатурам мы уже неплохо взаимодействуем. Ну, вот Ефремовское предприятие «Каргилл» сегодня из 500 тысяч тонн пшеницы, которые перерабатывают, почти 300 тысяч тонн – это пшеница, произведенная нашими фермерами, небольшими, средними предприятиями. Качество хорошее, нет всплесков по цене, то есть достаточно четкие длинные контракты, предприятия устойчивые, хорошо оснащенные техникой продолжают развиваться, несмотря на новую экономическую реальность. Но и скажу более, часть наших сельхозпроизводителей сегодня не только производит продукцию, которая является импортозамещающей, но в том числе уже начинает работать на экспорте, причем в конечной продукции. Наше известное предприятие по производству мяса индейки «Краснобор» сегодня ту продукцию, которую выращивают и производят на территории Тульской области, экспортируется в страны Евросоюза. Вот это наша основная задача. Первая – переработка, импортозамещение и дальше ориентир на экспорт. Важно, чтобы мы не славились не только оружием, которое, безусловно, является нашим таким столпом нашей экономики, но и приводили новые предприятия, которые могли бы развиваться и диверсифицировать нашу экономику. По селу у нас достаточно большой запас, несмотря на то, что мы не являемся зоной удачного земледелия, то есть мы такое рисковое земледелие. Несмотря на это, у нас есть очень неплохие результаты, особенно в небольших, средних сельхозпредприятиях. Падемий Сергеевич, мы готовы вновь принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, и ваш вопрос, губернатор. Здравствуйте, меня зовут Инесса Олеговна. У меня вопрос к губернатору. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Вот в нашем городе очень остро стоит проблема круглосуточных пивных заведений в жилых домах, которые с каждым месяцем нарастают. Одно из них находится на первом этаже нашего многоквартирного дома по адресу Макаренко, 9Б. Дому 2 года, он достаточно новый, и все 2 года мы с жильцами боремся с круглосуточным магазином. Организация называется ООО «Век-2», она регистрирована как организация общественного питания. Осуществляет круглосуточную продажу пива в жилом доме, не имея лицензии на алкоголь. И согласно закону 21.71 от 30 сентября 2014 года, не имеет никакого права продавать пиво круглосуточно, а только строго по ограничению времени. Об этом грубившем нарушении знают все наши правоохранительные органы и другие инстанции. Но ситуация не меняется. Почему закон, который вы утвердили, не исполняется, нарушение по нему не контролируется? Просим объяснить нам, внести ясность. Понятно. Наталья, обязательно проведем проверку. Ну, давайте так, вот смотрите, исполнение закона в данном случае – это полномочия органов полиции. И если производится незаконная продажа алкоголя, то, во-первых, она должна быть прекращена сразу, незамедлительно. И, кроме этого, должно быть возбуждено уголовное дело в отношении того человека или той организации, которая, соответственно, осуществляет продажу. А мы со своей стороны посмотрим, была лицензия у этого предприятия или не было лицензии. И как выполняются договорные условия, если это имущество является муниципальным или государственным. Поэтому проверку проведем. Обязательно, Наталья, с вами свяжемся и доведем результаты проверки. Владимир Сергеевич, очень много вопросов на прямую линию приходят, которые касаются дорожной темы. Вот, например, пишет Строкова Лариса из Новомосковска. Уважаемый Владимир Сергеевич, здравствуйте. Уже год ведется ремонт моста, причем ремонт взят в кавычки на участке Новомосковск-Тула. Два дня работают, два месяца ни одного рабочего. Мост разрушен, пробки километровые. Через переезд не проедешь, так как он чаще закрыт, чем открыт. Без вашего вмешательства, я думаю, пишет Строкова Лариса, ничего с места не сдвинется. Я думаю, что действительно ситуация с мостом, который находится в Узловском районе, действительно сложная. Проектное решение, которое было утверждено, когда начали исполнять проект, выяснилось, что один из элементов несущей конструкции полностью вышел из строя, и его пришлось полностью заменить. И на сегодняшний день эта работа проведена. Почему людей еще не видно? Действительно разобрали первую часть моста, половину моста, и движение пошло только по одной половинке, так называемое. Движение действительно очень интенсивное. В ближайшее время, соответственно, вот эта замена конструкции будет произведена, и дальше будет уже, работа будет идти более высокими темпами. Хотя, действительно, там есть проблемы, и с учетом того, что мост железнодорожный, он пользуется над железной дорогой, соответственно, он достаточно в опасном состоянии. Мы планировали, что ремонт пройдет без закрытия путепровода, но, скорее всего, путепровод придется закрывать. Поэтому мы, жители, обязательно предупредим заранее, когда будет закрытие, на какой срок, для того, чтобы у нас не было никаких, что называется, проблем. Ну, наверное, вы помните, как в Туле в свое время мы на Калужеское шоссе ремонтировали. Да, действительно, были серьезные проблемы, но мы выполнили эту работу быстрее, чем даже было запланировано. Здесь, к сожалению, была ошибка проектантов, с которой столкнулись при начале производства работы. Ну, и второй вопрос – это вопрос подрядчиков. Часто подрядчики бывают недобросовестные. В том случае, если недобросовестность будет установлена подрядчикам, соответственно, он понесет всю полноту ответственности. Перед жителями я здесь, к сожалению, вынужден извиниться, что вот сложилась такая некомфортная ситуация для жителей. Владимир Сергеевич, предлагаю вновь обратиться к студии. Екатерина. Владимир Сергеевич, здесь собрались представители сферы культуры. Я стою рядом с главным режиссером Тульской областной филармонии имени Михайловского, Вениамином Найманом. Вениамин Маркович, ваш вопрос. Добрый вечер. У меня вопрос-предложение. Скажите, нельзя ли название наших учреждений культуры как-то прикрепить к остановкам, на которых они находятся? Ну, например, Коминтерна, Театр юного зрителя, или Луначарска в Музее оружия, ну и, конечно, Гоголевская филармония. Да, ну, Евгений Васильевич, здесь, я думаю, что он возражать не будет. Обязательно прикрепим. Дело в том, что с таким предложением уже выходили, но по какой-то причине был отказан. Ну, слушайте, причину давайте, может быть, и не будем разбирать. Мне кажется, что предложение, оно правильное, и, мне кажется, можно закрепить, и в том числе попросить, когда объявляется остановка, чтобы тоже объявляли, что, соответственно, остановка такая-то, и Театр юного зрителя, или филармония. Владимир Сергеевич, колл-центр просто разрывается от звонков, и мы готовы принять очередной. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы наслышите? Видимо, сорвался звонок. Тогда снова слово студии, Руслан. Владимир Сергеевич, мы тогда в очередной раз дадим слово молодежи, тем более, что вид у этого человека достаточно колоритный и сразу настраивает на спортивный лад. Рядом со мной уличный атлет. Александр Хрунов уже 4 года занимается воркаутом, и у него тоже есть к вам вопрос. Александр. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Хочу сначала сказать спасибо вам за тот вклад в развитие спорта Тульской области в целом и, в частности, нашего вида спорта. У меня вопрос такой. Возможно ли запустить социальный блок рекламы, нацеленный на пропаганду здорового образа жизни, а в частности развивающихся видов спорта, таких как воркаут? Можно. И здесь, вы знаете, вот когда мы начинали устанавливать первые вот воркауты, многие говорят, что ну зря ставите, через пару месяцев разломают и ничего не останется. Совершенно другие, другой социальный, вот социальная аура даже. Вот я бываю в районах, уже мы поставили 18 площадок для воркаута, ну и продолжаем их дальше ставить. Везде вот такая социальная аура такая, что там собираются молодые ребята, не только, кстати, ребята, девчонки тоже приходят, висят на брусьях, я не знаю, там на перекладине, подтягиваются. И вот проводят время и всегда порядок, ни одной сломанной площадки нет. Поэтому, конечно, вовлечение людей в спорт и можно рекламировать, и нужно это рекламировать. Но, наверное, самая хорошая реклама, это вот, когда вы приходите, когда приходишь к вам на площадку и видите, как вы делаете подъем-переворотом, там, выход силы и так далее. Это действительно вот людей втягивает, это самая хорошая реклама. Просто таких площадок должно быть побольше. И если их будет больше, вот почему я, в принципе, начинал программу именно вот с детских игровых комплексов? Потому что сначала маленький ребенок, там, с двух-трех лет, когда он уже становится такой более или менее самостоятельный, подвижный, энергии много, он все время растет. Вот преодолевание горки, он лазит там по всем этим лазалкам, по канатам и так далее. Дальше он подрастает к семи-восьми годам, ему нужно двигаться дальше. Здесь уже нужен мини-стадион, плоскостные сооружения, площадка для воркаута. Так, чтобы человек развивался дальше, чтобы он мог свое спортивное мастерство, которое еще такое маленькое, но уже мастерство оттачивать. И вот программа по детским площадкам, она, прежде всего, была направлена именно на то, чтобы дети входили именно в такую здоровую, нормальную спортивную жизнь. Рекламировать давайте вместе продумаем. Я знаю, что Единая Россия у нас очень активно занимается социальной рекламой. И попросим Единую Россию вместе с вами, чтобы выступить такими организаторами социальной рекламы. Уверен, что предприниматели, которые обладают нашими информационными ресурсами, нас поддерживают. Сергей Сергеевич, на очереди очередное прямое включение, на этот раз из Щекинского района. Светлана, здравствуйте, задавайте вопрос. Добрый вечер, Владимир Сергеевич, добрый вечер, коллеги. Мы находимся в Щекине. Сюда, на центральную площадь, приехали люди из поселков и разных деревень. За прошедший год проделана большая работа, уже отремонтирован сквер космонавтов. Приведен в порядок центральный парк на средства дорожного фонда. Заасфальтирована одна из центральных улиц города. Но главным остается вопрос от чернобыльских выплат. И вы на сегодня на него уже отвечали, но люди здесь хотели бы к нему вернуться. И рядом со мной стоит Анна Колесникова. Она молодая мама и члены инициативной группы граждан, которые за эти выплаты борются. Анна, ваш вопрос. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Я мама двоих детей и все в моей семье получают чернобыльские льготы. Я знаю, что в этом году собирались подписи по всей Тульской области. И вы нам в этом очень сильно помогли. И за это мы вам благодарны. Еще в этом году проводился отбор проб. К сожалению, нас пустили только на отбор проб. К анализам нас не допустили. Поэтому результаты анализов остаются под вопросом. Что нам делать дальше? Помогите нам. Как быть с этими льготами? Анна, ну вот смотрите. Самое важное то, что у нас есть диалог. И Министерство по чрезвычайным ситуациям занимает очень конструктивную позицию. Именно по нашей совместной работе было принято решение об инструментальных проверках. Было проведено исследование более чем в тысячи населенных пунктов. Из тысячи трехсот шести населенных пунктов, которые у нас попали в зону Чернобыльской аварии. То есть, в принципе, охват более чем 70 процентов, он такой репрезентативный. Но, Анна, еще раз. Результаты. Мы понимаем, что 30 лет прошло. Что зона, она в принципе должна становиться чище. Потому что срок полураспада и так далее и тому подобное. Поэтому зоны, конечно, будут чище. Но второе обязательное условие для отмены льгот – это социально-экономическое развитие той территории, которая подверглась загрязнению в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Я уверен, что мы сможем продолжить вот такой нормальный диалог с правительством России для того, чтобы все льготы были сохранены. И если решения будут о отмене приниматься, чтобы эти решения принимались с переходным периодом. Ну, мы на сегодняшний день рассматриваем такой переходный период от 3 до 5 лет. Какое решение будет принято, мы, конечно, дальше проинформируем. А вам спасибо еще раз за ту поддержку, которую вы оказываете. Потому что, действительно, поддержка. Мы собрали более 110 тысяч подписей. Представляете, огромный объем подписей, которые передали в правительство России для того, чтобы правительство обратило внимание еще раз на эту проблему. Светлана, мы видим, что сзади вас много народу. Есть еще вопросы? Светлана, мы видим, что сзади вас много народу. Есть еще вопросы? Да, Владимир Сергеевич, жители Щекинского района, активно пользуются программой «Народный бюджет». И рядом со мной стоит Татьяна Максимова. Она староста деревни Подываньково. И, скажем так, вместе с соседями они хотят отремонтировать подъезд к деревне. Но пока у людей это не получается. Татьяна Егоровна, расскажите вашу историю. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Самая большая проблема, которая у нас сейчас есть, это дороги. Мы посоветовались на сходе с населением и решили поучаствовать в народном бюджете. Обратились к главе администрации муниципального образования Ламинцевская Маркс Валентине Николаевне, чтобы софинансировать асфальтирование подъезда к деревне. Она нам объяснила так, что мы, население, должны самостоятельно заказать и оплатить проектно-сметную документацию на тот участок дороги, который хотим заасфальтировать. Стоит этот проект от 800 тысяч рублей. Владимир Сергеевич, мы вполне готовы софинансировать и асфальтирование подъезда, и ту сумму, которая будет затрачена на проект дороги. Но мы не можем с населения собрать 800 тысяч рублей. Пожалуйста, подскажите, как нам быть, как нам решить эту проблему? Татьяна Георгиевна, во-первых, сразу хочу сказать, что проект просто на ремонт дороги, он точно не требуется. Достаточно той сметы, которую подготовят наши специалисты из Тула-Упродора, которая будет дальше, так сказать, являться основанием для проведения работ. Проект необходим только в том случае, если идет реконструкция либо строительство новой дороги. Поэтому здесь посмотрим ваш вопрос. Но мне кажется, что глава местной администрации вас просто таким образом не желает принимать участие в народном бюджете. Мне кажется, здесь давайте вы с одной стороны, а я с другой стороны его немножко ее попросим, чтобы она так настоятельно попросим, чтобы она подготовила все необходимые документы. Тем более, что срок для участия в народном бюджете 2016 года еще не истек. До 15 августа можно подготовить и подать все необходимые документы. А я возьму ваш вопрос на контроль. Мы посмотрим обязательно, какую нужно будет технологическую помощь оказать. Спасибо нашим коллегам и щекинцам. Предлагаю еще один вопрос из зала. Давайте. Владимир Сергеевич, теперь тема медицина. Слово главному врачу медицинского центра здоровья Луцевой Елене. Елена Матвеевна, вам слово. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Ну, не для красного словца. Действительно, по делу я хочу вас поблагодарить за ту работу, которая проводится в области по поддержке малого и среднего бизнеса. Это не просто слова. Конкретно по моей организации в прошлом году от Комитета по предпринимательству мы получили субсидии на покупку оборудования, возмещение затрат на обучение врачей-специалистов. Кроме того, со стороны Министерства здравоохранения ведется работа. Сейчас мы прорабатываем вопрос выделения нам на обслуживание удаленного от Номосковского участка, где находится завод и близлежащие деревни. То есть работа действительно ведется, поддержка ощущается. Ну и, собственно говоря, вопрос в следующем. Следующий год объявлен годом предпринимательства. В то же время мы все понимаем, какое сложное экономическое время мы живем. И все-таки можем ли мы и в следующем году рассчитывать на поддержку государства, и останутся ли эти направления приоритетными? Спасибо. Елена Матвеевна, Вы даже можете не сомневаться ни одной секунды. Обязательно все эти меры поддержки государственной, которые есть как на региональном, так и на федеральном уровне, они будут не только сохранены, но даже и расширены. Вы знаете, что мы готовили, проводили заседание Государственного совета по мерам поддержки малого предпринимательства, и вот решения, которые, скажем, рекомендации, которые были озвучены в рамках заседания Государственного совета, большая часть попала в перечень поручений президента Владимира Путина, и они находятся сейчас на исполнении. А часть предложений, они на сегодняшний день начинают дополняться. Ну, например, одно из предложений было увеличить в два раза норму выручки для предприятий, работающих на упрощенке. Такое поручение сейчас дано правительству России, в ближайшее время такое решение будет принято, увеличен порог с 60 до 120 миллионов, что, кстати, позволит многим нашим небольшим промышленным предприятиям перейти на более интересный налоговый режим. А что касается социальных проектов, к которым относятся в том числе медицина, все эти проекты мы очень заинтересованы. Это и частные детские садики, и частные медицинские учреждения. Мы заинтересованы в том, чтобы они развивались наравне с государственными, особенно по тем услугам, которые не попадают в формат услуг, которые оплачиваются фондом обязательного медицинского страхования. Поэтому так называемые дополнительные услуги, мы очень в этом заинтересованы. Потому что наши медицинские учреждения, мы прежде всего ориентируем на выполнение государственных услуг, которые входят в нормативы фонда обязательного медицинского страхования. Владимир Сергеевич, я от телефона нашел код-центр буквально на колене, и еще один звонок на прямую линию с губернатором. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. Алло, здравствуйте. Владимир Сергеевич, у меня такой вопрос к вам. Я вот слышала, что вышло постановление Российской Федерации, что у кого есть в семье ребенок-инвалид, выдаются земельные участки. И вопрос такой, как можно это уточнить, куда можно подать эти документы по получению земельного участка. И действительно это так? И когда вступит постановление в силу в нашей Тульской области? И, конечно, спасибо вам за нашу Криволучинскую, когда приводится в порядок, наша территория. И спасибо, что вы делаете такое дело, ставите детские площадки для таких малышей, чтобы они развивались. Спасибо большое. Вот действительно закон Тульской области принят о предоставлении на вне конкурсной, вне аукционной системе земельных участков для детей, у которых воспитывается ребенок-инвалид. Соответственно, постановление должно быть в рамках принятого закона, должны быть выпущены нормативно-правовые документы правительством Тульской области. Юрий Михайлович Андреянов здесь, он слышит, в ближайшее время эти документы будут приняты. Это они, я знаю, что они находятся в разработке. Поэтому обязательно вас проинформируем. И вот по семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, я еще тоже хочу, конечно, сказать особые слова благодарности. То, что молодцы, то, что детей не отказались, не бросили. То, что, по-моему, вы действительно выполняете свой родительский долг. Мы готовы вам оказывать всевозможную помощь. Владимир Сергеевич, мы продолжаем принимать вопросы по СМС. Вот у вас спрашивают, когда построят жилье в Новой Туле и что с ним будет? Планы по строительству жилья в Новой Туле, они у нас реализуются. Ближайшие два корпуса будут сданы в этом году. Это первые 36 тысяч квадратных метров. Строит их компания СУ-155. С завершением строительства этих двух корпусов у нас нет никаких сомнений, то, что в этом году мы полностью эти два корпуса ведем в эксплуатацию, и люди смогут переезжать туда. Дальше следующие площадки уже закладываются, тоже будет развитие этой площадки. Но очень многое, конечно, зависит от экономической ситуации. К сожалению, что произошло за первые полугодия 2015 года, выдано существенно меньшее количество ипотечных кредитов. Люди присматривались к ценообразованию, как изменятся цены на новостройки, каковы будут ставки по кредитам, потому что вы знаете, что банки сначала существенно подняли ставки, и количество покупок упало. Май, июнь – очень непростые месяцы для наших строителей. Но могу в том числе сказать строителям, что у нас есть существенные программы государственной поддержки. То есть это те программы, которые мы реализуем. Программа по переселению из аварийного жилья, по приобретению жилья для детей-сирот. И у нас на этот год план не менее 400 квартир приобрести. Мы в ближайшее время соответствующие аукционы будем объявлять для того, чтобы купить это жилье. И таким образом в том числе поддержать наших тульских строителей. Вы знаете, что мы для детей-сирот приобретаем только новое жилье в домах, новостройках, полностью с муниципальной отделкой и так далее. Поэтому здесь мы готовы. Мы готовы двигаться. И здесь объемы средств у нас заложены. И вот эта сумма кратная миллиарда на рублей. А эти деньги могут на сегодняшний день поддержать наш строительный комплекс. Ну а дальше мы будем возвращаться опять и стимулировать объем выданных ипотечных кредитов. Пока динамика по полугодию была негативная. Но мы надеемся, что второй полугодий будет более эффективным. И тем более, что жители видят, что цены существенно не изменились. Они существенно не выросли. Но люди, что называется, присматриваются. Это хорошо, что присматриваются. Важно, чтобы покупали у тех строителей добросовестных, которые выполняют свои обязательства. Стоит напомнить великам, что работает телефон горячей линии. И можно позвонить прямо сейчас и задать свой вопрос губернатору. И вот один из звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день, Владимир Сергеевич. Я? Вы в эфире, говорите. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Да, добрый день. Я Мечурова Валерия Николаевна. Мне 21 год. Я проживаю в Ленинском районе и являюсь ребенком-сиротой, которая стоит на очереди. Вот я частично услышала сейчас ответ, в общем-то, на свой вопрос. И я слышала в 2012 году, еще мне объяснил ваш заместитель, что вы приняли такое решение обеспечить своих детей и сирот своевременно согласно очереди жильем. Первый год очередь двигалась достаточно быстро. Но вот месяц назад мне было сказано, что моя фамилия вообще в списках не значится. Я понимаю, конечно, большой объем у вас работы и занятости. Но вот скажите, есть ли у вас возможность лично контролировать вот эту ситуацию по распределению жилья? Спасибо. Ну вот смотрите, тоже несколько цифр по жилью для детей и сирот. Если в 2010 году было предоставлено 28 квартир, то вот с 2011 по 2014 год, за 4 года мы предоставили более 650 квартир. План на этот год 400 квартир. Но мы приобретаем жилье, как я сказал, только в домах-новостройках с полной муниципальной отделкой. И там, где мы уверены, что мы сможем предоставить жилье. Но вот когда я приступал к исполнению обязанностей губернатора, то на очереди у нас детей и сирот стояло 146 человек. Сейчас у нас очередь более 1300 человек, потому что мы все дети, которые не получали, дети-сироты, которые не получали жилье своевременно. Но дети есть уже, кстати, возрастные, которым 43-45 лет, потому что они в свое время не получили жилье еще в советские времена или в ранние постсоветские времена. А когда увидели, что мы начали жилье предоставлять, все пошли в суды, получают судебное решение, и, соответственно, мы обязаны такое жилье предоставлять. Вот практика очень простая. Кто раньше встал на очередь, тот того очередь и ближе. Но есть еще судебное решение, в которых указаны конкретные сроки по предоставлению жилья. Поэтому судебное решение мы предоставляем раньше. У нас таких решений 150. Поэтому вот если план у нас 400, надеюсь, что строители тульские нас не подведут и продадут нам жилье для детей и сирот. В частности, буквально неделю назад мы вручили 12 квартир в городе Донском, тоже в новостройке. Если строители не подведут, то 150 – это, соответственно, судебных решений, еще 250, как минимум, детей и сирот, которые стоят на очереди. Поэтому программа будет выполняться. Владимир Сергеевич, а мы готовы снова к прямому включению и снова из Тулы, но место уже другое. Захар Испалимов, наш ведущий, работает на месте. Захар, вы в эфире. Захар, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, коллеги. Мы находимся в самом центре Тульской области. Это площадь Ленина. Сюда пришли порядка 30 туляков. Многие просто не смогли пройти мимо и упустить возможность задать свой вопрос главе региона. Я уже успел пообщаться с людьми. Оказалось, очень много вопросов касаются темы парковок. И вот с подобным вопросом пришел Олег Горачев. Он сейчас рядом со мной. Здравствуйте. Расскажите ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемые туляки. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Вопрос, наверное, один из самых насущных. Это через какое-то время вводятся платные парковки. И все жители об этом уже знают, все на это смотрят. И мне кажется, что подобные проекты не могут проходить без некой такой социальной экспертизы, что ли. Потому что это репутационная составляющая и местной власти, и вас лично. Что я имею в виду? Допустим, когда в любом городе вводятся платные парковки, они должны организовываться на местах, которые оборудованы для этого. То есть человек приехал в чистых ботинках, он припарковался там, где ему нужно, рядом. Вышел, дошел, заплатил с удовольствием за это деньги. Но когда, в принципе, сейчас получается то, что каждая подворотня уже обставлена этими знаками, ну, наверное, это действительно людей будет раздражать в какой-то мере. То есть, может быть, к этому подойти более избирательно. Потому что апофеозом вот этого всего мероприятия, я, например, могу сказать, что первая городская больница на мира, и вот между их забором и забором центрального парка, похоже, там тоже заклеенные пока таблички с вот этими циферками, денежками. Мне кажется, это просто апофеоз такого вот непрофессионального подхода к этому вопросу, потому что туда жители привозят своих больных детей, и часто вот начнется осень, где они должны парковаться. То есть, неужели вот этот даже участок не могли подойти к этому так избирательно? Поэтому вот это первая часть вопроса. А потом вторая часть вопроса. Понимаете, в Туле поражает то, что, допустим, улицы загружены, центральная площадь, и рядом, допустим, мы видим пример хорошей такой подземной парковки. Неужели под центральной площадью нельзя сделать нормальную, современную, муниципальную парковку, когда люди будут стоять в очередь, чтобы отдать свои деньги? Это тоже будет очень удобно, ведь там ни метро, ни бункера никакого, надеюсь, нет. Поэтому вот как-то так. Еще хочу, наверное, призвать молодежь, чтобы активнее участвовали вот в таких программах, потому что есть сайты, есть твиттер у губернатора. Пожалуйста, давайте будьте активнее, потому что у меня есть на примере другой город. Я не совсем долго живу в Туле, я сам из Тюмени, и там, допустим, Сергей Семенович Собянин, именно так же, как Владимир Семенович, организовывая людей, создали из просто грязной вонючей помойки, которая была раньше Тюмень, сделали город, в который из Екатеринбурга люди приезжают на экскурсии посмотреть, допустим, Тюмень новогоднюю. Поэтому будьте активнее, это же все делается совместно с молодежью, совместно с жителями. У нас ведь губернатор, он не волшебник, там, не Дед Мороз, он, поэтому, понимаете, вот давайте будем активнее, чтобы совместно, совместно сделать классный, хороший, современный город, которым мы с вами будем гордиться, и наши дети. Все, спасибо большое. Спасибо, Олег. Спасибо, действительно. Вы знаете, вот, Олег, здесь же тоже, вы правильно говорите, что губернатор не волшебник, хотя он учится. Я хочу сказать, что вы ознакомились уже с городом, посмотрели, как город развивается, и у нас все движение через центральную часть города. И то, что мы видим, ежегодно количество автотранспорта в области увеличивается почти на 10%, частного автотранспорта. Поэтому решение, по которому мы переходим к организации платных парковок, это решение вынужденное. Оно, прежде всего, направлено на организацию парковочного пространства, как раз прежде всего в интересах тех жителей, которые живут в этих домах, которые, как вы правильно говорите, захламляются автотранспортом, который приезжает и бросается в любом месте. Вот когда эта парковка будет происходить за деньги, а для жителей, которые живут в этом доме, для него будет парковочное место организовано бесплатно, подчеркиваю, для всех жителей, которые будут находиться в зоне платных парковок, будет парковочное место организовано бесплатно. Также бесплатно будет предоставляться парковка для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов первой и второй группы. Это решение принято. Всего парковочных мест, которые будут организованы прежде всего в центральной части города, будет организовано 5,5 тысяч. И плата за парковку будет, кстати, существенно ниже, чем в Москве, что, естественно, 30 рублей в час. Но если вы приезжаете часто, то абонемент ежемесячный будет стоить 3,5 тысячи рублей, а годовой в расчёте ещё меньше. И хочу тоже подчеркнуть, все деньги, которые будут собраны за плату по организации парковок, полностью будут направлены на благоустройство тех территорий, в которых будут установлены эти парковочные места. То есть прежде всего на благоустройство тех дворов, тех улиц и прилегающих территорий, где будут организованы парковочные места. То есть после введения платных парковок жители, которые живут в центральной части города и окажутся в зоне платных парковок, они уже на следующий год должны увидеть качественное, подчеркну, качественное улучшение не только движения, но и благоустройство своих территорий. Но, к сожалению, развитие всех городов подчеркивает о том, что организация дорожного движения, она в том числе направлена на то, чтобы человек приезжая не бросал свою машину на целый день, а он задумывался о том, чтобы, если у него есть дела, он приехал, 2-3 часа побыл, заплатил свои 30-60 рублей, освободил место для других людей. В противном случае у нас с вами мы проблему пробок в городе не решили. Могу вам привести, Олег, другой пример. Вот мы запустили полностью систему фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах. Если первые месяцы у нас был просто вау, вау квитанции, который мы направляли туликам и гостям Тулы, которые не соблюдали, прежде всего, скоростной режим, то сегодня сама система фото-видео фиксации начала дисциплинировать водителей. И количество правонарушений уменьшается, и количество, самое главное, самих дорожных происшествий тоже уменьшается. Поэтому любая организация, когда мы с вами живем в большом городе, организация, она все равно необходима. Без этого мы с вами никуда не денемся. А вопрос, скажем, от точки, ну вот, когда вы правильно говорите, адресного подхода, безусловно, мы всегда можем поправить. Это уже вопрос, ну, теория есть теория, и, скажем, мы же привлекали специалистов, привлекали тех же специалистов, которые делали в Москве. Кстати, в Москве, когда вводились платные парковки в центральной части города, сначала всех это не устраивало. Но после того, как были они введены, как был наведен порядок, то, поверьте мне, в центр города Москвы стало можно въехать. И жители, которые живут в центре, благодарят за то, что наведен порядок, и они могут подъехать к своим домам. Те же все возможные кареты скорой помощи, пожарные службы, милиция и так далее. Все могут подъехать и выполнить те обязательства, которые у них есть. Поэтому здесь посмотрим, но будем двигаться постепенно, планомерно, не спеша, без фанатизма, но будем двигаться в этом направлении. Захар, ваш следующий вопрос. Да, если позволить, у нас есть еще один вопрос. Дело в том, что сегодня здесь на площади присутствуют жители разных уголков, теперь уже большой Тулы. Вот рядом со мной стоит Алексей Юрков, он приехал из поселка Рассвет со своим вопросом. Пожалуйста, прошу. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Я житель поселка Рассвет. Второй год подряд у нас возникает очень большая проблема с горячей водой. Отключают ее в мае, и вот на данный момент ее даже нет еще в домах. Наш поселок населено с 3500 человек. Это детский сад, школа, амбулатория. И хотелось бы понять, долго ли это будет продолжаться, и просим вашей помощи. Вот поселок действительно большой. Проблема, с которой столкнулись жители вашего поселка в этом году, она связана не с технологическими отключениями, а, к сожалению, с теми проблемами, которые возникли между двумя организациями, которые... обе организации имеют отношение к «Газпрому», и обе организации, что называется, между собой не поделили платежи наших жителей. Хочу сказать, что вины ни жителей, ни муниципальных власти, ни региональной власти нет ни грамма. Жители своевременно оплачивают все необходимые коммунальные платежи. Примерно там, платежная дисциплина, она примерно в целом по области достаточно высокая, составляет около 95%. Но проблема заключается в том, что две компании, которые работают и, что называется, обслуживают теплогенерацию, используют газ, и, соответственно, наш областной газ, вот между собой не поделили эти платежи. Но сейчас ситуация выправляется, и я думаю, что в ближайшее время она должна разрешиться. Хотя объем долга, накопленный одной организацией перед Тулооблгазом, он существенный. Я думал, что у нас будет сегодня на прямой линии Николай Воробьев, и хотел, чтобы, конечно, он очень внимательно еще раз к этому отнес, руководитель нашего, генеральный директор нашего Тулооблгаза и Тульского межрегиона газа, потому что это вопрос, который в большей степени адресован именно ему. И та позиция, которая есть, она меняется, и я думаю, что в ближайшее время эта проблема будет решена. Спасибо коллегам, которые сейчас работают в нашей выездной студии на улицах Тулы. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. К вам обращается многодетная мама Королева Екатерина Владимировна. В первую очередь я хотела бы вас поблагодарить за помощь нашей семье в утеплении уличных стеновых панелей депутату Лариной Татьяне Владимировне Шевченко Леоноре Викторовне и всей вашей команде, которые не остались равнодушны к проблеме нашей семьи. И у меня к вам вопрос по поводу обеспечения лекарствами бесплатными детей. Дело в том, что мы очень долго ждем лекарства. Вот у меня ребенок косматик и с этим вот проблема возникает. Екатерина Владимировна, ну вообще вот по докладам, которые есть от Министерства здравоохранения, вопросов по обеспечению лекарств нет. Мы все необходимые лекарства закупаем своевременно. Поэтому мы ваш звонок запишем и с вами свяжемся, отработаем этот вопрос по существу. Вот те главные врачи наших медицинских учреждений, которые присутствуют здесь в зале, они тоже могут это подтвердить, что действительно работа ведется на плановом порядке и все запасы по лекарствам, которые у нас необходимы в соответствии с стандартами, они все есть. Поэтому отработаем этот вопрос и обязательно свяжемся. Спасибо. Владимир Сергеевич, слово студия. Владимир Сергеевич, если бы вы спросите, у нас есть еще один вопрос. У нас сегодня в студии присутствует инвалид-колясочник. Владимир Сергеевич, для того, чтобы задать вам свой вопрос, он приехал из Ефремова. Александр Юрьевич Щукин. Александр Юрьевич, вам слово, пожалуйста. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Мы знаем, что у нас сейчас программа «Доступная среда» продлена до 2020 года. Но мы все прекрасно понимаем, что программа переселения инвалидов не является приоритетным проектом. И поэтому как-то этот вопрос не финансируется и не может решиться. То есть весь упор в том, что есть переселение не инвалидов, а из ветхого, из аварийного жилья, выдается квартиры сиротам. А инвалиды, получается, никак не участвуют в никакой программе. Александр Юрьевич, я хочу сказать, что инвалиды у нас являются первоочередниками в том случае, если они являются нуждающимися по жилью. Потом сиротам, которым мы выдаем жилье, это не просто ребенок-сирота. Ребенок-сирота не обеспеченный с жилищем. Только в том случае, если у него нет своего жилья, он получает жилье специализированного фонда. И, соответственно, это жилье получает не в собственность, а получает его в пользование. И только через пять лет сможет заключить договор социального найма, ну и так далее. То есть это программа, фактически, которая направлена на детей-сирот, которые не имеют своего жилья. Что касается людей, которые переселяются у нас по программе переселения из аварийного жилья, ну аварийное – это жилье, которое непригодное для проживания. То есть там опасно проживать. Поэтому здесь эта программа на федеральном уровне действует, и мы эту программу будем выполнять, чего бы то нам не стоило. Потому что, действительно, в противном случае мы можем иметь очень печальные последствия. И в большинстве случаев это люди, у которых, по сути, тоже жилья нет. Они живут либо у родственников, либо снимают где-то жилье. Поэтому, если мы, кстати, это же не единственная программа, которая у нас заканчивается. У нас есть программа по субсидированию для наших многодетных семей, для сотрудников наших бюджетных учреждений, для врачей, учителей, в том числе и для инвалидов. Но там у нас работает принцип малообеспеченности и принцип очередности, в том числе и для инвалидов. Поэтому надо в конкретном случае, с каждым конкретным случаем разбираться отдельно. Если такие случаи есть, надо просто посмотреть их. Владимир Сергеевич, но предлагаю вам из студии переместиться в район, на этот раз в город Химиков, Новомосковск. Там работает наш ведущий Алексей Чеснов. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Добрый вечер, коллеги. Новомосковск считается промышленным центром Тульской области. Сейчас здесь работает более 40 крупных предприятий. Новомосковск – это еще и второй по численности населению город в нашем регионе. Сейчас здесь проживает более 140 тысяч жителей. Что ж, особое внимание уделяется в новомосковские спорты. Буквально два года назад по замечательным улицам города Новомосковска прошла эстафета Олимпийского огня. А год назад в эксплуатацию был сдан физкультурно-оздоровительный комплекс в Сокольниках. А также был построен теннисный центр. И сейчас среди тех, кто сегодня пришел задать вопрос, есть Евгений Швидков. Тема вопроса, которого как раз касается спорта. Евгений, вам слово. Здравствуйте, уважаемый Владимир Сергеевич. Действительно, в последнее время огромное внимание уделяется спорту, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. Открываются новые спортивные площадки, объекты и даже целые комплексы спортивные. А вопрос такой, когда планируется открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на нашем Вахрушевском микрорайоне? Спасибо. Да, Евгений, спасибо большое. Но я думаю, до конца сентября мы его должны завершить и ввести в эксплуатацию. И хочу сказать, что это не единственный фок, который мы строим. У нас на разных стадиях строительства идет еще шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, которые мы планируем завершить и ввести в эксплуатацию. Ну, практически все в этом году. В частности, завтра я еду на встречу с жителями Ефремов, и мы там как раз будем открывать фок в Ефремове. Такие же фоки у нас строятся, вот у вас на Московске, у нас строятся в Щекине, строятся в Туле, строятся в Веневе. Поэтому обязательно будем продолжать программу строительства фоков и дальше. Как бы это, кстати, непросто и тяжело с точки зрения финансовой обеспеченности не было. А вас, Евгений, приглашаю в конце сентября на открытие фоков у вас на Московске. Сам приеду с удовольствием на открытие. Алексей, ваш следующий вопрос. Алексей, ваш следующий вопрос. Ольга Николаевна Ворошилова. Тема и вопрос, который является как раз ЖКХ. Ольга Николаевна, вам слово. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Наш дом сдан в 2013 году. Через 5 лет, 1 сентября 2018 года заканчивается гарантийный срок. У меня такой вопрос. Даже просьба. Мы просим вас обратиться с инициативой освободить дома новостройки от оплаты капитального ремонта на время действия гарантии. Значит, просим вас обратиться с инициативой внести изменения в жилищный кодекс. В соответствии с 154 статьей, частью 2, мы обязаны оплачивать капремонт. Но считаем, что пока дом на гарантии. Мы не должны этого делать. Поскольку в течение гарантийного срока застройщик обязан за свой счет своими денежными средствами производить недоделки и ремонтные работы. Спасибо. Спасибо, Ольга Николаевна. Сейчас действительно очень много идет обсуждений с точки зрения, какие категории должны платить за капитальный ремонт жителей, какие не должны платить. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Капитальный ремонт наших многоквартирных домов – это программа, которая действительно поможет сохранить наше жилье. И принцип формирования, когда принимался федеральный закон, в рамках которого потом реализовывался закон Тульской области, он был котловой принцип. Когда все жители вместе скидываются и по мере необходимости, что называется, производят капитальный ремонт многоквартирных домов. Поэтому, конечно, с одной стороны, с точки зрения справедливости, вроде бы кажется, что жители новых домов, когда еще до них очередь дойдет, и когда им будут дома ремонтировать, вроде бы как и платить не очень нужно. Но, с другой стороны, ваши же дома тоже когда-то будут, подойдет срок их эксплуатации через 25-30 лет, когда их нужно будет ремонтировать. И вы своими взносами все равно не сможете это сделать. Вот тоже несколько цифр. 85% сегодня платежная дисциплина по взносам фонда капитального ремонта. Вот начислено у нас миллиард 100 миллионов рублей, собрано почти 950 миллионов рублей. То есть, действительно, дисциплина платежная очень высокая со стороны жителей. И мы будем ее, эту дисциплину, укреплять. У нас задача дойти до 99-99,5%, ну, практически к идеалу. И с одной стороны. А с другой стороны, для нас очень важно запустить программу. Уже в этом году мы должны отремонтировать 399 многоквартирных домов. Это же и новые рабочие места, и благоустроенные красивые здания. И это соседи, понимаете, у нас часто бывает, особенно в Новомосковске и в Туле, когда с одной стороны стоят бараки, и тут же там в 5-7 метров стоит новый дом красавицы. Понимаете, это вопрос социальной атмосферы. Люди не могут, понимаете, жить вот пропасть между новым домом и старым. Это же неправильно. Поэтому, вы знаете, давайте пообсуждаем, Ольга Николаевна. Потому что, мне кажется, все-таки это вопрос, который мы должны принимать вместе со всеми жителями. А не просто вот ваше желание и там мое исполнение. Давайте мы проведем соцзапрос на портале правительства Тульской области и посмотрим, что рассказывают жители. Потому что есть инициатива, например, что давайте освободим, например, пенсионеров, одиноких пенсионеров, кому за 80 от уплаты, соответственно, взносов в фонд капитального ремонта. Но, наверное, можно пойти на это, если они одинокие, у них нет правообладателей. И имущество поступит, допустим, в фонд муниципалитета или субъекта. Но, извините, на сегодняшний день действует закон о приватизации и деприватизации жилья. Если вам имущество не нужно, вы не хотите быть его собственником и нести расходы на его содержание, в том числе платить взносы на капитальный ремонт, деприватизируйте свою квартиру, верните ее государству, муниципалитету или заключите договор пожизненного обслуживания с муниципалитетом. Тогда муниципалитет будет брать на себя эти обязательства, и тогда это будет справедливо. Но у нас другого пути нет. Вот понимаете, 25 лет нашей современной истории, когда мы стали с вами собственниками нашего жилья, показали то, что мы организоваться, к сожалению, на проведение капитального ремонта не смогли. Отсюда, кстати, такое большое количество и аварийного жилья в стране, потому что своевременно они подходили с капитальным ремонтом, запускали, жилище разрушалось, и в итоге мы вынуждены были принимать решение о признании тех или иных домов аварийными. Мне кажется, нужно обсудить, Ольга Николаевна, я готов обсуждать любое предложение, но все-таки принцип демократического централизма, когда выслушиваются все точки зрения, но принимается решение в интересах большинства. Мне кажется, принцип нужно сохранять. Алексей, ваш следующий вопрос. Среди тех, кто сегодня пришел сюда, интересуют их темы спорта, ЖКХ, но есть и те люди, у которых вопрос связан с медициной. Вот сейчас рядом со мной находится Ольга Станиславовна Саврасова, и как раз ее вопрос связан с медициной. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. У нас такая проблема. В феврале при госпитализации в детскую клиническую больницу, в Тулу, оказалось, там была вспышка эпидемии покори, и мы не смогли госпитализироваться, так как у мамы не было прививки. Сейчас у нас опять планируется госпитализация, и маме нужна эта прививка. Оказалось, что у нас во всем городе нет вакцины от этого заболевания. Что делать в такой ситуации? Спасибо. Ольга Станиславовна, хочу вас всех успокоить. Все необходимые вакцины у нас есть, поэтому если есть необходимость госпитализации, приходите, мы сделаем прививку, и дальше спокойно можете госпитализироваться после инкубационного периода. То есть там вопросов нет никаких. Все необходимые прививки, все есть. Владимир Сергеевич, мы продолжаем принимать смс-сообщения. Вот буквально только что пришло от абонента Мегафон, у которого номер заканчивается на 60-08. Он вам пишет, отвлекитесь уже от прямой линии и подарите, пожалуйста, вашу обворожительную улыбку смайлик. Оставайтесь с тупиками на долгие годы, с вами мы видим, как преображается город. Осталось в медицине навести порядок, и жизнь наладится. Спасибо, что вы есть. Снова смайлик. Ну а теперь все-таки к вопросам, которые приходят по смс. Вот Юля Балашова спрашивает, будут ли вкладываться деньги в арсенал, и почему губернатор так редко посещает матчи? Ну, вчера на матче я был, с удовольствием посмотрел игру, и когда есть возможность, я всегда посещаю. А деньги вкладываются, вы знаете, я, наверное, хотел тоже попросить жителей области, но прежде всего тех людей, которые любят спорт, футбол, профессиональный футбол, занятия не дешевые. И вот если мы хотим с вами иметь действительно народную команду, которую мы поддерживаем, то есть я хотел бы, конечно, попросить вас тоже принимать в этом участие. Я обращусь к руководству клуба, чтобы, может быть, объявить такой вот сбор денег, потому что из бюджета мы не финансировали арсенал. То есть это вот все финансирование арсенала, которое было, это благодаря благотворительности, ну, в частности, в том числе и я помогал, но и предприятия, наши оборонные предприятия частично помогали. Ну, что называется, всем миром, с миру по нитке. Но если мы хотим перейти на более профессиональную и сохранить профессиональную команду, если действительно тулики хотят, то здесь я тоже буду обращаться за помощью, чтобы жители нам помогли. Владимир Сергеевич, приходит много также частных вопросов, например, от жительницы Узовского района Татьяны Твировой. Она спрашивает, может ли Владимир Сергеевич помочь с жильем? Муж иностранец, гражданство, нет, нет возможности купить дом. Пять детей, в августе станет шесть. Муж иностранец, да, вот молодцы, детей, про детей не забываешь, что называется. Гражданства, работы нет, да. Вы знаете, помогаем, вот каждый год, ну так уже сложилось, ну, во-первых, у нас очень хорошая программа по поддержке многодетных детей, шесть детей и более, то есть у нас все дети, шесть детей и более, кто не обеспечен жильем, имеют право на получение субсидий и приобретение жилья. Вот сейчас в очереди таких семей нет у нас, все обеспечены, кто нуждался, всем субсидии мы предоставили. Сам я каждый год приобретаю несколько квартир для многодетных семей, которые дарю. Но в основном я подбираю те семьи, где дети инвалиды. И вот, ну, так получается, там, где рождается ребенок инвалид, чаще всего мужчины не выдерживают и уходят. В основном это мамы-одиночки, с бабушками воспитывают. И вот такие семьи тоже подбираем, тоже четыре, пять детей. И кто-то не имеет права на субсидию из регионального бюджета, я помогаю своими деньгами. Поэтому, ну, я посмотрю, если шесть детей будет, значит, уже будет право на получение нашей региональной субсидии. Ну, а надо дальше с отцом-иностранцем встретиться, разобраться, что же он там совсем-то, ни работа, ни гражданства. Владимир Сергеевич, слово студии, Екатерина. Владимир Сергеевич, рядом со мной директор Первомайской кадетской школы Сергей Корольков. Сергей Михайлович, вам слово. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Владимир Сергеевич, что вы думаете по поводу развития кадетского движения в России? Сергей Михайлович, я сам кадет, поэтому, вы знаете, я всеми, что называется, руками за. И я благодарен той работе, которую, благодарен вам за ту работу, которую вы делаете. Знаю, что у вас на этот учебный год вообще задача такая максимум. У нас же появляется на базе вашей кадетской школы новый образовательный центр. У вас еще два юридических адреса добавляется. И, если я помню, по-моему, 250 ребятишек у вас, да? Еще 400 добавляется. Вы знаете, я очень хочу, чтобы тот опыт… Кстати, многие тоже задавали вопрос. Вот образовательные центры – это хорошо или плохо? Если сильный образовательный центр, это всегда хорошо. Если слабый, то, конечно, это плохо. Потому что только сильные образовательные учреждения могут действительно давать хорошее образование, давать, ну, растить наших детей патриотами. Действительно, искренне, внутренне искренне патриотами. Посмотрите, насколько Тула патриотична, да? 120 тысяч человек вышло на марш бессмертного полка. Ведь никто никого не загонял, не говорил там, давайте выходим, не выходим. Нет, вот сами люди вышли. Причем организатор – это наша общественная организация. Две хрупких, прекрасных женщины, которые вот, ну, три года вот организовывают бессмертный полк. И в Туле в этом году 120 тысяч человек, и в других районах пошли. И уже сейчас они начали готовиться к проведению бессмертного полка в следующем году. Это вот действительно внутренний патриотизм, когда мы говорим «Тулики, кто они?» Это, прежде всего, люди государственные. Люди, которые всегда работали на государство, всегда болели за государство, переживали. Вот это такой вот внутренний патриотизм, который вот был, ну, он сам вышел, что называется, на улицы, и, посмотрите, прошло же мероприятие великолепное, вообще не нарушений. Все вот люди, что называется, в едином порыве. Поэтому мы очень надеемся, что опыт развития Первомайской кадетской школы, он окажется позитивный, и что мы сможем дальше и в других районах, в других образовательных учреждениях кадетские классы создавать. И, конечно, в принципе, для Тульской области одного кадетского образовательного учреждения, конечно, очень мало. Надо иметь больше. Поэтому мы очень надеемся на то, что опыт, который у вас есть, он будет дальше использоваться в других образовательных учреждениях. — Владимир Сергеевич, а тем временем электронные письма приходят и приходят. Вот, зачитаю одну из них. Спрашивают у вас, куда нужно обращаться для ремонта дорог. Автор письма проживает Новомосковский. Кстати, очень лаконичный вопрос, обычно они гораздо лидеры. Вы знаете, я еще раз говорю, вот по всем вопросам не стесняйтесь, уважаемые жители, уважаемые тулики, новомосковцы, щекинцы, эфремовцы, обращайтесь, суворовцы, обращайтесь. Еще раз, 8800 ровно, 200 ровно, 7102. 7 дней в неделю, 24 часа в день. По любому вопросу, это и вопрос консультации, вопрос записи на электронную очередь в детские сады, в поликлиники. Все полностью отрабатывается, и качество отработки очень приличное. Поэтому планы ремонта дорог на 2016 год региональных мы уже утвердили. С 1 июня по 1 июля они были на сайте правительства Тульской области. Сейчас они, планы размещены уже окончательно на сайте правительства, то, что мы будем реализовывать. Но планы ремонта муниципальных дорог еще не утверждены, и с 1 августа они будут появляться на сайте муниципальных образований, в том числе на сайте правительства области. Вы сможете внести свои изменения в том случае, если посчитаете нужным. Господин Сергеевич, еще одно письмо пришло из Суворова, к вам обращается Мишакин СН, к сожалению, в целом не расшифровал. Ему 30 лет, инвалид, ходит на протезе. Закончил сельхозколледж с красным дипломом, но на работу не берут. Спрашивает, куда обращаться инвалидам по вопросам трудоустройства, и где те квоты для приема инвалидов на работах, о которых так много говорили. Вот смотрите, что касается квот. Во всех учреждениях, муниципальных и государственных бюджетных учреждениях, всех квотов полностью созданы. Во всех коммерческих структурах, за исключением номенклатуры, которая является либо допуск секретности, либо есть ограничения по физическому состоянию, тоже все квоты созданы. В Центр занятости Суворовского района, пускай обращается, руководитель Центра занятости, спрошу, почему и как будет трудоустроен Мишагин СН. Владимир Сергеевич, у нас у Елены и Антона не заканчиваются письма, смс, телефонные звонки, а у нас не заканчиваются вопросы из студии. И сейчас бы я хотел предоставить слово заслуженному промышленнику Российской Федерации, генеральному директору Тула Точмаш Владимиру Филиппу. Уважаемый Владимир Сергеевич, Тульская оборонка, заводчане, региональное отделение Союза машиностроителей выражает вам благодарность, вам и, разумеется, правительству региона за ту поддержку, за ту деятельность, которая приводит и к своевременному размещению гособоронзаказа, и, уже упомянули, кратному его увеличению. Отдельные слова благодарности уже вам за то, что в нашем календаре появился новый праздник, День оружейника. Он и федеральный уровень у него, и, естественно, региональный. Мы к нему уже привыкли, готовимся, он занял свое достойное место в нашем календаре. В сентябре этого года будет очередное празднование. Вопрос, какие вот мероприятия планируется провести в рамках Дня оружейника в этом году? Вот немножко отвлекусь, потом вернусь уже к самому празднику. Что мы сделали в этом году? Полностью все наши учреждения среднего профессионального технического образования, колледжи, техникумы, в этом году полностью переходят на приемную учебу по заявкам. И значимое место, почти 35% мест в наших средних профессионально-технических училищ зарезервированы для наших оборонно-промышленных предприятий. Ну вот один из примеров, у нас Тулочермет реализует сейчас большой инвестиционный проект стоимостью 35 миллиардов рублей по строительству нового прокатного стана. Они дали заявку на 800 человек. То есть стан там планируется запустить через 3-3,5 года. Вот сегодня мы уже начинаем принимать на обучение ребятишек, которые через 3-3,5 года пойдут к ним на работу. Хочу вас заверить, мы будем учить давать среднее профессиональное техническое образование прежде всего в интересах наших промышленных предприятий, прежде всего нашего оборонно-промышленного комплекса. А теперь возвращаясь к празднику. Для нас праздник День оружейника является таким. У нас три праздника сразу в области. То есть День города, День области, это второе воскресенье, сентября, соответственно, День оружейника. И здесь еще праздник День битвы на Куликовском поле. Поэтому мы, конечно, к этим всем трем праздникам готовимся к одному большому продолжительному празднику. Юрий Михайлович здесь, он является руководителем у нас группы по подготовке проведения праздника Дня оружейника. Потому что именно наши оружейные предприятия являются, я уже много раз говорил, основными предприятиями. Но начиная от салюта и праздничной программы, уверен, что президент России отметит наших тружеников оборонно-промышленных предприятий и государственными наградами. Всю необходимую работу мы провели, подготовили и все документы наградные тоже передали. — Владимир Сергеевич, у жителей Тульской области хорошее чувство юмора. — Это здорово, это же хорошо. — Ну, сейчас я вопрос прочитаю. Тут вас просят назвать столицу Конго. Вот что, оказывается, интересует жителей Тульской области. — А какого Конго, да? — Они не уточняют. — Ну да. Но я как человек, который служил несколько лет в Анголе, Конго, в общем, недалеко, поэтому карту Африки знаю неплохо. Поэтому у одного Конго образовили, а у второго Киншаса. Поэтому, смотря как, о ком Конго интересуется. — Видимо, кто-то запутался с кроссвордом. Как же по СМС у вас спрашивают, как поживают ваша супруга и ваши дети, как самочувствие у самой маленькой? — Да, спасибо большое. Всё, в общем, неплохо. Маленькая растёт, что называется, не по дням и по часам. Вот уже надеюсь, что, так сказать, следующее празднование Победы придёт вместе со мной на парад. И познакомлю её уже, что называется, уже очно. А старшие дети развиваются, учатся, готовятся. Дальше младший сын у меня в этом году идёт в 11 класс и, соответственно, готовится к поступлению. Старший учится в Московском университете, закончил второй курс на экономическом факультете. Ну а старшая дочь, она у меня уже взрослая, самостоятельная, у неё самостоятельная жизнь. — Владимир Сергеевич, у вас спрашивают, правда ли вы заставляете чиновников заниматься спортом? И вроде как ходят слухи, что вы обязали всех купить абонемент в фитнес-клуб. — Ну, обязать я, конечно, никого не могу, вы же знаете. Разве я похож на человека, который может кого-то обязать? Нет, конечно. Это, конечно, шутка, преувеличение. Ну а если говорить серьёзно, то мы говорили о том, что действительно есть требования, в том числе по физической подготовке чиновников. И мне кажется, эмоциональная нагрузка, поверьте мне, очень высокая. Я эту нагрузку ощущаю на себе и мои товарищи. Лучшее снятие эмоциональной нагрузки – это занятие спортом. Ничего другого, так сказать, не придумали. Это не водка, не пиво. Вы знаете, самое хорошее – это нормальная тренировка. У нас великолепный центральный парк, поэтому летом можно, что называется, и зимой побегать и позаниматься на воздухе. Ну а в межсезонье для этого мы создаём, строим фоки. Поэтому если мы строим фоки, то кто должен в том числе ими пользоваться? В том числе должны и чиновники. Поэтому, да, мне кажется, нормы готовы, надо сдавать. В.Вадим Сергеевич, ещё один вопрос. Когда Тулос может гордиться тульским оружием и заводом? В.Вадим Сергеевич, вы знаете, я думаю, что тульским оружием и заводом мы можем уже… Во-первых, мы им горзимся уже более чем 300 лет, потому что это первое государственное производство оружия вообще в Российской империи. А если говорить о современном развитии, самое важное то, что мы завод сохранили, а не тупо его, знаете, переделали под какие-нибудь офисы или лоджи, как сейчас очень модно, так сказать, перестраивать промышленные предприятия под такие апартаменты. Предприятие сохранено, предприятие находится в нормальном этапе развития, а дальше, что называется, посмотрим. И центр Тула мы будем и дальше благоустраивать. Мы заинтересованы в том, чтобы всё-таки реализовать проект по созданию тульской набережной. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас полностью открылся тульский Кремль со всех его четырёх сторон. И мы все эти проекты будем постепенно реализовывать. И центр Туллы, да и не только центр, а вообще все уголки Туллы мы будем развивать. Мы сегодня проводим большие работы по Рогожинскому парку, фактически которого не существовало. Мы смогли его сорганизовать с точки зрения юридических, закрепить за ним права. И сегодня вкладываем деньги по его благоустройству. Парк Пролетарского района. Посмотрите, что у нас происходит с нашим центральным парком. Всё равно все изменения идут всё время. И вот места, где туляки могли бы прийти и провести свой досуг, мы эти все места будем развивать и дальше. И, конечно, особенно центральная часть города, которая должна быть визитной карточкой города-героя Туллы. Владимир Сергеевич, снова не могу не спросить. А почему вы решили прописаться в Тульской области только спустя 4 года? Спрашивает у вас туляк, который не подписался. Аноним. Ну, прежде всего, для того, чтобы платить налоги. Это самое важное. Но и потом всё... Вы знаете, очень много вопросов. Будет работать, не будет работать. И говорит, а он даже не прописан. Ну, вот квартира у меня есть, поэтому я взял и прописался. Ну, чтобы вопросов поменьше было. Владимир Сергеевич, прямая линия длится 2 часа. Спасибо вам за ответы. Спасибо вам. И я хотел бы ещё раз поблагодарить всех жителей области за ту поддержку. И ещё раз сказать, что вот все достижения, которые есть, это наши с вами достижения, совместные. Я очень надеюсь на совместную работу и дальше. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ